Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру И мы обратимся сейчас к первой главе книги «Бытия». Первая глава книги «Бытия» – один из самых известных библейских текстов. Наверное, всякий, кому впервые попадает в руки Библия, непременно открывает эти страницы и, конечно же, без их чтения, изучения, без разговора о них обойтись никак невозможно. В начале книги «Бытия» составитель помещает два совершенно непохожих друг на друга рассказа о сотворении мира. Второй, который располагается во второй главе, абсолютно другой. Но вот первый рассказ такой, какой мы с вами здесь видим. Скорее всего, насколько можно судить, в основе первого рассказа книги «Бытия» о сотворении мира и человека лежат некоторые хорошо известные, очень распространенные ближневосточные предания или мифы, можно назвать легенды. Ну, скорее, наверное, наиболее адекватным будет сказать предания. «О возникновении мира и человека». Интерес весьма значительный представляет то, как автор обрабатывает эти фрагменты преданий для того, чтобы предложить читателю некоторый более или менее последовательный взгляд на вещи. Начинается текст словами «Вначале сотворил Бог небо и землю». И, ну, конечно же, толкователь обычно, ну, здесь на каждое слово обращает внимание, в частности, на выражение «небо и землю», что подразумевает в библейской поэзии весь спектр реальности от неба до земли, от земли до неба, материальное и нематериальное, например. Да, это действительно так. Парные термины, противоположные, обозначают для библейских авторов действительно всю совокупность того, что где-то на этой шкале от неба до земли. Да, это так. Вначале сотворил Бог всю реальность. Весьма вероятно, что для автора было важно подчеркнуть одну из двух. Может быть, впрочем, и оба. Первое – то, что это делает один Бог. Все окрестные народы знают, что Боги вначале чего-то там насотворяли. Пространство, землю, что-нибудь еще – все это хорошо известно. И там огромные существуют повествования про то, как там один Бог дрова пилил, другой Бог гвозди ковал, третий в бараньи рог сгибал, там, не знаю, радугу, что-нибудь эдакое. Вот они все там, у них был, значит, прям коммунистический субботник, прости господи. А для автора книги «Бытия» важно, явно важно назвать одного единственного Бога. Вот этот Бог сотворил все. Что все, то, что обычно толкователи рассказывают нам, что небо – это духовное, а земля – это материальное, ну, может быть, и так. Но едва ли автор имел в виду это и хотел это читателю сообщить. Но просто во времена автора не принято было в дискурсивной форме говорить, там, вначале сотворил Бог все, всякую реальность. Поэтому обычно вот прибегали к таким поэтическим выражениям. Но, может быть, еще второе, что для автора тоже здесь могло быть важным, это подчеркнуть тварный характер не только земли, но и небес, которые, как предполагает культура читателя, читающего эти тексты, небеса есть место пребывания Бога или божеств. Опять-таки всяческие там эти олимпийские проказники или какие-нибудь чудовища, междуречья, все вот резвятся где-то там на небесах, а землю созидают. Вот автор подчеркивает, вероятно, что и небо, и земля – все, всякая реальность, всякое вместилище всего сотворено Богом. Но, повторю, это, вероятно, фраза, вот все-таки этот смысл второстепенный. Основное коммуникативное намерение – сообщить о том, что один Бог – вот тот, которого знает читатель, сотворил небо и землю. Обратите внимание, что читатель в любом случае читает это после Синайского завета. Поэтому Бог для него тот, кто открыл свое имя Моисею и, соответственно, заключил через Моисея завет с народом Божьим. И вот автор говорит, вот тот самый Бог, о котором нам поведал Моисей, тот Бог, который вывел наших предков и, значит, нас тоже из Египта, вот он сотворил небо и землю. Он один. Дальше следует некоторый последовательный, как будто бы, рассказ о том, что, собственно, происходило. Чтобы не быть многословным, скажу только, что в коммуникативное намерение автора не входит рассказать о том, как был сотворен мир. Не входит. Все вот эти вот детали, которые мы здесь видим, сроки, периоды, которые именуются днями, хотя надо сказать, что многие исследователи тщательно, выверенно подчеркивают, что слово «день» в этом контексте, в этом языке может обозначать некий достаточно растяжимый промежуток времени, но на самом деле автор-то записывает вечер, утро, день очередной. Вот. Вот как именно происходило это сотворение мира не входит в коммуникативные намерения автора. А важно, по-видимому, для него вот что. Что на всех этапах этого разворачивающегося творения действующим лицом, активным действующим лицом является Бог. И все остальное в его руках, как глина. Из чего-то совершается это творение, созидается там вот сначала небо и земля, свет, вот все то, что возникает и упоминается, все это становится таким пространством, где Бог творит, где Бог действует. Сам Бог при этом к нему не относится. Это очень важный такой момент. Единственность Бога, как Бога и как действующего лица, как Творца. Надо еще, знаете, сказать вот что. Почти всегда читатели и толкователи исходят из глубоко ошибочного предположения, что этот рассказ должен соответствовать тому, как реально было дело. Ну, во-первых, он не соответствует тому, как реально было дело. Мы знаем, в какой последовательности что возникало на нашей планете, и понимаем, что этот рассказ, в общем, сильно не подряд. Сбивчивый в этом отношении. На самом деле просто нет, не должно быть никаких таких особенных совпадений. Библейский рассказ – одно, реальная история мира, другое, не история эволюции Вселенной, входила в коммуникативное намерение автора. Это уже очень важно понимать. Теперь дальше. Смотрите. Первая глава «Бытия» предлагает рассказ более или менее последовательный, где одно следует за другим. Свет, который Бог сотворил и сказал, что это хорошо. Дальше. Твердь посреди воды, которая отделяет воду от воды, имеется в виду небесный свод, земля, вода, которая под небом. Вот это вот. И Бог называет тверд небом для той среды, где формировалось это устное предание, на самом деле характерно, что твердым считается небо, а то, что за ним, и то, что под ним, такое шаткое, как вода, как море. Вот это тоже чрезвычайно любопытно, но не более того, потому что, опять-таки, и не об этом рассказывает автор. И дальше живые организмы на суше, в море, появляются в некотором порядке. трава, сеющая, семя, зелень, дерево, приносящее по роду своему плод. И к концу третьего дня вот как будто бы все получилось. Свет, твердь, зелень. Дальше начинается еще одна половина этого рассказа, которую можно считать как продолжение, можно считать как отдельную часть, скомпилированную сюда, потому что там вдруг снова какие-то космические космичности, светило для освещения, для управления днем, управления ночью. Вроде бы свет уже был, светило. Еще раз повторю, это не рассказ о том, как происходили события в физическом мире. Вообще не об этом. Это рассказ о том, как Бог разворачивает это творение. Оно становится все более и более сложным и многогранным. И поэтому появляются день и ночь, которыми нужно управлять, появляются дальше присмыкающиеся птицы и всякую там душу живую, животных присмыкающихся. При этом обратите тоже внимание на то, что присмыкающиеся птицы там уже появляются, а еще никаких рыб нету, рыбы только в следующем стеке и так далее. Это скорее все же поэтический рассказ, художественный, с известной эмоциональностью, воспроизводящий общие взгляды Ближнего Востока. Поэтому вот описывает автор так, как описывает, отчасти цитируя, конечно, эпоса Гильгамеша и тому подобное произведение. Это тоже важно. Потому что все знают, как сотворен мир. В тот момент, когда автор фиксирует это предание, все это знают. Это не надо никому открывать и рассказывать. Все читали учебник природоведения на каменной глиняной табличке, клинописью написанной. И там написано, вот что-то там, что там было написано. Написано. На самом деле, конечно, это было не учебник природоведения, а эпосы. Эпосы. От них же первые эпосы, от Гильгамеша. Где написано, как боги собрались, там, чтобы не работать. Не хочется им работать. Их можно понять, как родных. Вот, значит, чтобы не работать, они смешивают с глиной что-нибудь там, слюни свои, еще какие-нибудь, еще менее почтенные выделения лепят из этого человека. Ну, и вот, значит, чтобы он работал и кормил богов жертвами. А сами эти самые боги только еще и издеваются над людьми. Ну, и там, меряются друг с другом своей гордыней. Вот такая вот картина. Интересно не то, что автор бытия, автор преданий, которые были положены в основу бытия, берет эту картину, берет этот миф. Само-само разумеется, все так думают, каждый его читатель. А интересно, как он модифицирует его, что он делает, что у него ни одного другого действующего лица здесь нет, только бог. Это бог сказал, чтобы были светила. Это бог сказал, чтобы были пресмыкающиеся. Это бог сказал, чтобы там, произвела земля зелень. Вот что по-настоящему важно сказать для автора этого предания. И больше ничего другого. И больше ничего другого. И в конце, хотя надо заметить тоже, что вот этот самый ряд дней до шестого не производит впечатления какой-то продуманной последовательности, как часто это вообще бывает в мифах. Хотя некоторые авторы видят здесь параллели с некоторыми формами шумерских преданий, но все же это может быть и излишняя толковательность. А реально вот рассказ заканчивается тем, что бог творит человека, произведет земля душу живую, зверей земных, скотов, гадов. Имеются в виду вероятно, все-таки млекопитающие, хотя гады тоже тут оказались между скотами и зверями. Ну вот, видимо, так было принято в тогдашнем природовидении. И вот бог говорит здесь сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. Во всех предыдущих моментах было сказано, что бог сделал, посмотрел и это хорошо, и это хорошо. Вот тоже такой рефрен, который то ли диктуется мифом, на основе которого формируется этот рассказ, то ли действительно является еще одной важной для автора вестью, которую он хочет донести до читателя. Скорее первое, чем второе. Ну, хоть тем не менее мы видим, что по крайней мере убрать из преданий эту этическую оценку автор не счел нужным. Ну вот, во всяком случае так. Теперь, когда бог сотворяет человека по образу нашему и по подобию нашему, да владычествуют они над рыбами морскими. Во-первых, посмотрите, это бог делает, не само выросло, не какие-то собрались чудовища вавилонского шумерского эпоса. Бог принимает решение и делает. Когда здесь Господь говорит по образу нашему, по подобию нашему, это множественное уважение, множественное число, которое выражает почтение к тому, о ком говорят. Вот поэтому позднейшие толкователи любили, особенно не в оригинале читая, видеть здесь некое прообразовательное указание на троечность бога, но это в общем, конечно, нелепость. Совершенно ничего этого не имеется в виду. Теперь еще один тоже поучительный пример опять-таки толкователи, причем даже лучшие из них, величайшие экзегеты. Как правило, говорят, исходят из того, что образ одно, а подобие это другое. хотя это тоже типичное вчитывание, потому что на самом деле в принципах поэтики этой эпохи, архаичной поэтики ранне-библейских текстов необходимость прямо, даже не желательность, а необходимость называть серьез какую-нибудь вещь, обязательно несколькими разными способами, обязательно, если говорится о некоем явлении, надо сказать хотя бы два раза с двух разных сторон по-разному, иначе получится нечитаемый язык. Знаете, вот как мы все, кто пишет, стараемся избегать канцелярита, вот канцелярских выражений, уместных, наверное, где-то, но совершенно неуместных в жизни и в литературе, так и здесь. Просто сказать сотворим человеком таким, в чем-то похожим на нас, на меня, учитывая, что это множественное уважение. Это прямо звучит по-канцелярски, поэтому автор говорит по образу нашему и по подобию нашему. Еще раз повторю, масса людей пытались доказать нам, что образ это одно, а подобие это другое. Блестящие иногда идеи высказываю, блестящие. но не коренящиеся в тексте. Теперь важно, что существует некоторая похожесть, подобие или соотнесенность того, как устроен человек с тем, кто такой Бог. По образу нашему и по подобию нашему подразумевает, что в этом именно заключается некое отличие человеку от природы. Ну, от всех живых существ. Ну, вот так, да, конечно же. И автор, вероятно, скорее всего, хочет сообщить читателю, что человек сотворен в ряду вот этих всех существ, но он венчает этот ряд. и он в отличие от скотов и гадов каким-то образом похож на Бога. Вот этот образ и подобие. Ну, обычно толкователи любят говорить о том, что сотворение человека предшествует некое специальное решение Бога. Ну, понятное дело, любому поступку Бога вероятно предшествует его решение. Но сам обледели автор хочет акцентировать на этом внимание читателя? Ну, вряд ли. Человек уже возник, человек уже произошел, вот он. Ну, и он говорит, что Бог так захотел в конце ряда разнообразнейших существ, вот так же сотворил человека. Может быть, гораздо важнее, что сотворив человека по образу и подобию своему, автор говорит, мужчину и женщину сотворил их и благословил их Бог. Мужчину и женщину сотворил их. Ну, в общем, банальность, потому что все другие существа тоже сотворены в женском и мужском роде, ну, за исключением там некоторых особо экзотических, членистанных. Да. До какой степени целенаправленно пишет это автор? Или это опять поэтическая фигура, которая появляется здесь по поэтической необходимости, не по необходимости содержательной, не по необходимости откровения, а по необходимости поэзии. Трудно сказать. В принципе, другие формы этого ближневосточного мифа тоже обычно упоминают о том, что люди возникают в формате мужчины и женщины, как вот эти два разных пола. Возможно, что они были настолько архаичны, что просто не знали, что может быть как-то по-другому. Трудно сказать, есть ли некая поучительность духовная в том, что вот говорится про сотворение мужчины и женщины? Вопрос. Вопрос. Все-таки большинство толкователей, поскольку, вообще, поскольку истолкование Библии в целом и книги бытия, и первых глав книги бытия в особенности, это, конечно, олимпийские игры, соревнования, кто добежит быстрее и кто глубокомысленно истолкует прямо вот. И главное, не победа, а участие. Поэтому здесь, конечно, все истолковывается, и мы оказываемся, конечно, в пространстве ужасного произвола, когда ты отбираешь из всего этого бесконечного многофакторного пространства толкований то, что тебе нравится и удобно. в частности, про мужчину и женщину здесь тоже наговорено много-много всего. А может быть, это просто констатация факта. Констатация факта того, что человек устроен вот так. к тому же еще заметьте, что благословение Божье подразумевает также наказ плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Обратите внимание, что чуть выше, буквально несколькими строками выше, ровно то же самое дается повеление разным животным. Рыбам, птицам, вот плодитесь, размножайтесь, наполняйте воды в морях и птицы размножаются на земле. То есть это не так, чтобы прямо уникальная задача человека плодиться, размножаться, наполнять землю до восьми миллиардов без счета. Это скорее воспринимается как особенность жизни, то, что численность умножается и земля наполняется людьми, животными. Отличие вероятно важное для коммуникативного наверения автора. Здесь в том, что людям также говорится обладайте землей, владычествуйте над рыбами, птицами, зверями, обладайте. Человек поставлен для того, чтобы владычествовать. взгляд конечно для современной эпохи несколько сомнительный, потому что там мы несколько, ну мы понимаете, так за столетия испортили природу собственной планеты, что ничего удивительного, что владычество людей над нею кажется нам вещью опасной. До некоторой степени иначе все-таки смотрит на это автор и составитель книги бытия. Так или иначе, вот они говорят о том, что Бог поставляет на вершине всей этой пирамиды жизни человека. И кроме того, здесь дальше говорится о всякой траве сеющей семя. Странные слова, потому что такое впечатление, что авторы и составители, во всяком случае авторы, записывающие это предание, вообще происходят из растений и водческих культур, где используют чрезвычайно мало животных продуктов, что более или менее может быть и справедливо для Междуречья и совсем не так справедливо для, скажем, Палестины или справедливо для Египта и не справедливо для других частей Ближнего Востока. Так или иначе, вот автор включает в свой рассказ указания на вегетарианский характер питания. Вот зелень, траву, сеющую семя, сие вам будет в пищу, и зверям, и гадам всю зелень травную дают в пищу, и вот так это и происходит. Скорее всего в этой части текста для автора виделось некое продолжение о том, как этот порядок вещей нарушен пожиранием хищниками каких-нибудь безобидных и красивых пушистых зайчиков и людьми опять-таки люди едят особенно всех, в том числе друг друга. Но скорее всего составитель заканчивает, обрывает рассказ на этом месте на шестом дне и вставляет здесь такую промежуточную фразу вот так было дело, так совершил Бог все дела свои. так что не очень понятно. Повисают в воздухе, конечно, утверждения о зелени травной, которую дали людям в пищу. Ну, вот еще раз повторю, это скорее всего для автора рассказа письменного, того, кто записывает, не было точкой, а составитель поставил здесь точку и переходит к другому рассказу. Собственно, последние слова, которые завершают первый рассказ, относятся к нескольким первым стихам второй главы, но здесь действительно разделение на главы было произведено не самым удачным образом. Редактор субтитров 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 субтитров